В преддверии Дня работника культуры, который в этом году будет отмечаться 25 марта, в Славянском районе учрежден новый праздник «Культура и дети». Его цель – отметить и поощрить на дальнейшие достижения юных славянцев, занимающихся творчеством. На чествование одаренных детей побывали и наши корреспонденты. Анна Монастыренко с подробностями. В четырех детских школах искусства детской художественной школе обучается почти 2500 юных славянцев. Благодаря их таланту, чуткости и профессионализму педагогов, а также помощи и поддержке родителей, многие из них добиваются высоких результатов в творчестве, становясь победителями и лауреатами краевых и всероссийских конкурсов. Для того, чтобы отметить этих одаренных детей и дать им еще один стимул для развития, и был учрежден новый праздник «Дети и культура». Самое главное – это дети. И вот те таланты, которые мы с вами вырастим, вот это будет замещение тех артистов, которые сегодня работают на всех праздниках, на всех уровнях. Огромное спасибо преподавателям музыкально-художественных школ. Вы большие молодцы. Огромное спасибо родителям, бабушкам и дедушкам за то, что ходят, за то, что терпят все это. Всем большое спасибо, здоровья, счастья и удачи. О нашему новому празднику – процветание. Я обещаю, что это станет традицией, и мы каждый год, подаренные детей, будем чествовать в преддверии Дня работников культуры. С праздником! В зал городского дома культуры были приглашены победители и лауреаты самых разных творческих конкурсов, начиная от вокала и танцев и заканчивая изобразительным искусством. Одна из награжденных в этот день – Елизавета Вишневская. Почетная грамота и памятным подарком. Девочку отметили за победу в конкурсе живописи «Мои питомцы». Но рисование – не единственный талант Елизаветы. Я занимаюсь не только рисованием, я ей 8 лет хожу в музыкальную школу, но как рисование для общего развития, потому что мне очень нравится рисовать. А вот воспитанница детской школы искусств имени Григория Пономаренко Алина Руденко свою жизнь посвятила музыке. Она – скрипачка. Вручение очередной награды для нее – это стимул двигаться дальше. Скрипка – самый сложный инструмент, я считаю. Мне очень понравилось звучание, когда я пришла в музыкальную школу. Занимаюсь я уже 7 лет. Я буду стремиться дальше, чтобы попасть в более обширные конкурсы в российские. Грамотами и памятными подарками были отмечены около 150 юных талантов. После церемонии награждения они выступили перед зрителями со своими лучшими номерами. Анна Монастыренко, Сергей Тимовский. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова